Более тысячи обращений граждан в полицию, 35 выездов пожарных по сигналу тревоги. Что еще произошло в округе на минувшей неделе, об этом рассказали руководители различных ведомств, а также органов администрации на еженедельном оперативном совещании. 1200 обращений граждан, 40 уголовных дел, 35 из которых раскрыли по горячим следам. Такой выдалась минувшая неделя у люберецких полицейских. Кроме того, правоохранителям удалось задержать группу иностранных граждан, которые совершали грабежи на территории округа. Также на улице Южной 8 числа было убийство. Сын отца 4 ножевых нанес, 15 раз ударил топором по голове. Сын задержан, следственный комитет проводит проверку. Также Евгений Романцев отметил, что на текущей неделе все избирательные участки ждут строгие проверки. Сотрудники правопорядка проинспектируют работу тревожных кнопок, камер видеонаблюдения и самих помещений, где пройдут президентские выборы. Отметим, спецподготовку к 18 марта проходят и люберецкие огнеборцы. О состоянии дел в сфере пожарной безопасности доложил начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Иванов. За прошедшую неделю подразделения пожарно-спасательного гарнизона осуществили 35 выездов по сигналу тревоги, участвовали в ликвидации пяти пожаров. Три из которых произошли на территории городского округа Люберца. Один пожар произошел с гибелью. Это также 8 марта. В ходе тужения пожара в квартире был обнаружен труп Сафроновой 1950 года рождения. Неспокойной была неделя и в сфере ЖКХ. Для устранения неполадок в одном из домов на третьем почтовом отделении аварийным службам Люберецкого водоканала пришлось почти на сутки прекратить подачу воды. Особое внимание в своем выступлении начальник управления ЖКХ уделил вопросам проведения капитального ремонта. Так эти работы в округе ведутся в плановом режиме. Люберецкий трест уже полностью выполнил все, что было запланировано на 2018 год. На 2018 год в графику внесены работы по ремонту 1332 подъездов. В настоящее время в 22 многоквартирных домах 79 подъездов. К выполнению работы по ремонту подъездов приступили в 23 многоквартирных домах. Это составляет 48 подъездов. Кроме того, на заседании стало известно, что на очистку кровель в Люберецком округе вышли 300 коммунальщиков. Для этих целей сформировано 90 бригад. Также убирали проезжие части тротуары и подходы к подъездам. Так, только с областных дорог вывезено порядка 2500 кубометров снега. Расчищали и городские территории. Общее количество людей задействовано в уборке 172 человека и 56 единиц специализированной техники. Вывезено 9300 кубических метров снега. Подъезды к социально значимому объекту привезены в нормативное состояние. С последствиями стихии также боролись управляющие и подрядные организации. За минувшую неделю они использовали 12 тонн реагентов. Вывезли более 9000 кубометров снега. В работах участвовали 119 единиц спецтехники и более 1000 человек. Анна Троян, Дмитрий Розянко и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.